всем привет итак закончила я над схемой работать и у меня в итоге получился вот такой вот бычок решила сделать бычка деда мороза чтобы можно было поставить под елочку бы символ года в роли деда мороза вот такой бычок получился значит размер этого бычка сейчас я померю так как я не мерила его значит от начала рожек 20 значит тридцать два с половиной где-то 33 так вот примерно размеру него вот такой большой получился бычок и так значит для копыт и рожек и внутренних часть ушей взяла вот такой вот я пряжу буду вязать такую одежду я свяжу таким вот цветом показывал номера пряжи которые я вижу если вдруг кого-то заинтересует значит голову я буду вязать таким вот оттенком слегка бежевым дальше мордочка вот такой вот цвет теперь значит обвязывать одежду и далее детальки все одежды я буду обвязывать вот такой пряжей она пушистая слегка такая толстоватая вот как называется не скажу душа нету номера соответственно синтепон для наполнения глазки то есть 15 миллиметров глазки на безопасном креплении если нету то на клеевой основе подойдут далее значит вот эту вот пушистую пряжу так как она толстая я буду обвязывать крючком номер три а сам игрушку буду вязать два с половиной крючок так как пряжа толстая решила взять троечку запаситесь двумя матками красной пряжи так как мы вяжем капюшон и уйдет очень много пряжи возьмите еще черную ниточку для пояса и остальных деталей я беру из этой серии итак начинаем с копыт берем цвет копыт в кольцо набираем 6 столбиков без накида стягиваем колечко второй ряд вяжем 6 прибавок подряд и в ряду у нас будет 12 столбиков третий ряд столбик и прибавка повторяем 6 раз и в ряду у нас 18 столбиков и еще один ряд с прибавками это 4 2 столбика и прибавка повторяем 6 раз и в ряду у нас 24 столбика 2 столбика и прибавка дальше 5 по 9 ряд мы провяжем без изменений 24 столбика 10 ряд 2 столбика и убавка повторяем 6 раз 2 столбика и убавка за передние стеночки петли и в ряду у нас останется 18 столбиков заканчивая ряд я присоединяю красный цвет последний столбик провязываю присоединившимся цветом новым цветом эту ниточку мы отрезаем дальше вяжем уже красным цветом провяжем дальше 11 ряд без изменений 18 столбиков красным цветом и так 12 ряд за заднюю стеночку петли мы провязываем 18 столбиков как вы заметили мы сразу после копыт начали вязать одежду так как это верхняя часть лапок это у нас рукава провязали теперь с 13 по 28 ряд мы вяжем без изменений 18 столбиков параллельно наполняем синтепоном лапку только где часть у нас копыт наполняем более плотные наполняем значит копытом по плотней дальше мы наполняем более помягче чтобы здесь ощущалось лапка под конец вот здесь вот не дополняйте немножко где-то рядов в ряда 3 не дополняйте чтобы более к телу прилегала ручка вот провязали теперь когда уже все наполнили как надо мы теперь обвяжем два края вместе столбиками без накида воздушная петля для того чтобы она она как бы нам помогает чтобы мы могли все столбики увидеть чтобы удобно было схватиться за все столбики вот она не считается у нас то воздушная петля и так и так мы провяжем 9 столбиков у нас должно получится 3 4 5 6 7 8 и 9 у нас получается за один столбик провязываем все ниточку обрезаем далее оформляем ножку обвязываем сразу вот этой пряжей пушистой обвязываем ее именно вот держа свою сторону красную часть верхнюю часть если так будем обвязывать то у нас вот эта часть она ляжет на копыта а я хочу например чтобы у меня она более было как бы задрато вверх как рукав немножечко поэтому я держу так вот это опять же не принципиально как вы будете обвязывать но она как бы так получается итак я взяла крючок троечку и буду обвязывать ее значит рукав и так и значит вот здесь вот находим наши полу петельки и просто столбиками без накида и обвязываю этой пряжей получается такая вот пушистый рукав край рукава параллельно прячу хвостик вот таким вот образом значит она немножечко неудобная но можно попробовать постараться и все получится вот так вот вяжем по кругу как это пряжа сложная поэтому тут невозможно увидеть где тут столбик у мне поэтому я так наугад вкалываю крючок и делаю соединительный столбик потом отрезаю ниточку и прячу мне для этого есть иголочка такая вот для таких толстых пряжей пластмассово мягкая спрячу я сейчас эту ниточку теперь мне надо раздвоить копыта если вы не уверены то этот этап можно пропустить и потом его сделать после того как вы пришлете к телу привяжите луку руки я это сделаю сейчас я вот примерно знаю что у меня пришлется к телу вот так вот ручка будет и поэтому разговорение у меня будет вот буду ориентироваться на вот это вот место где у меня сшит угол вот поэтому я вкалываю сделал узелок взяла черную пряжу узелочек и между столбиками здесь начале серого этого цвета я ввожу гоночку и ввожу сюда тоже начало серого цвета где начинается вот так вот просто обматывая посерединке сюда вот и еще разочек честно тянем так вот у тянем немножко должно быть равномерно постараться чтобы ровненько было утянули и второй раз уже мы здесь можно зафиксировать эту ниточку будет не видно за счет этой пушистой пряжи все спрячется поэтому я тут фиксирую и сделаю узелок зафиксировал тело узелочек и спрячу ниточку вот сюда куда-нибудь все такое вот получилось у нас верхняя такая вот ножка вяжем аналогично этой вторую и откладываем в сторону дальше будем вязать потом когда свяжите верхние ножки начинаем вязать нижние ножки начинаем опять с копыт берем цвет копыт в кольцо провязали 6 столбиков стали мы провяжем круг второй ряд у нас 6 прибавок подряд далее третий ряд у нас будет столбики прибавка 4 ряд 2 столбика и прибавка 5 ряд 3 столбика и прибавку вот такой вот круг которому нас пятом ряду 30 столбиков получится провязываем эти ряды теперь вяжем за заднюю стеночку петли 30 столбиков еще один нюанс который я упустила в начале видео значит нам нужно будет какой-нибудь пластик плотненький для того чтобы в нижние ножки нам вставить чтобы они что если вы хотите чтобы ваша игрушка стояла вы можете это сделать это не обязательно тоже здесь а вы уже смотрите если хотите вырезайте кружочки по размеру исходя из того что у нас размер будет вот где у нас началась начался ряд за заднюю стеночку петли вот отсюда где задние стеночки вы увидите до передней видны вот вы померили размер вот здесь получается 4 сантиметра диаметр вот и вырезайте кружочек листочек листочек да я так делаю сначала кружочек вырезала а потом уже на пластике я это все отрезаю подготавливаю эти кружочки если вам это не нужно не обязательно чтобы он у нас стоял то можно обойтись и без этого следующий ряд у нас будет значит провязали за заднюю стеночку петли 30 столбиков теперь 7 по 9 ряд мы провяжем без изменений 30 столбиков и так провязали я эту стелечку буду вставлять попозже чтобы она не мешала я могла вязать удобно еще вы можете если у вас вы не знаете где взять я могу посоветовать продаются ведрах квашеная капуста например если вас магазинах есть до прозрачно именно чтобы было ведро потому что белый цвет будет заметно здесь просвечиваться поэтому лучше пусть будет прозрачная вот и тогда она потолще и уже наверняка будет стоять просто у меня тоненькая но не у не особо уверенно стоит игрушка если хотите уже чтоб конкретно стояла уверена то нужно чтобы был пластик толстый вот и я думаю что можно взять оттуда с ведра повырезать не правда неудобно но можно попробовать либо крышечки от сметаны тоже пластмассовые прозрачные и так дальше значит 10 ряд 3 столбика и убавка повторяем 6 раз и в ряду останется 24 столбика 2 3 бабка провязали далее 11 12 ряд мы вяжем без изменений 24 провязали последний столбик не довязываю так как я ввожу цвет красный цвет одежды заканчивая этим цветом столбик отрезаем ниточку далее 13 ряд мы провяжем без изменений 24 столбика 14 ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли 24 столбика я уже могу ставить стиль очки вставляю ее и буду дальше вязать следующий ряд 15 вяжем без изменений 24 столбика 16 ряд 2 столбика и убавка повторяем 6 раз два столбика и убавка за передней полу петельки столбика и убавка 17 ряд 2 столбика и прибавка то есть мы заузили и сразу расширили эту часть ножки чтобы она у нас планированная два столбика и прибавка чтобы хоть немножечко было похоже на ножку два столбика и прибавка повторяем 6 раз и в ряду у нас 24 столбика следующий ряд 18 вяжем без изменений 24 столбик 19 ряд 3 столбика и прибавка повторяем 6 раз три столбика и прибавка и в ряду у нас 30 столбиков 20 и 21 ряд вяжем без изменений 30 столбик провязали все закончили вязать делаем соединительную столбик соединительный ниточку отрезаем на первой ножке вяжем вторую ножку аналогично 1 но ниточку оставляем будем дальше присоединять ножки и вязать далее туловище связали вторую ножку продолжаем вязать закончили вязать ножку теперь набираем 3 воздушные петли берем вторую ножку и присоединяемся я соединяю так вот у меня вот тут у меня переходы нахожу то место где у меня переходы соединения и присоединяюсь именно в этом месте чтобы они одинаково осмотрели друг на дружку ножки присоединяюсь столбиком без накида это у меня первый столбик его тоже я считаю и далее по кругу по ножке вяжем еще двадцать девять столбиках и всего у нас 31 мы провязали присоединив далее еще 29 столбиков вяжем по кругу провязали далее по цепочке мы провяжем 3 столбика далее по второй ножке мы вяжем 30 столбиков далее по цепочке провязываем 3 столбика это у нас будет первый ряд оканчивается следующий ряд провязываем по ножке 30 столбиков опять затем там где у нас цепочки у нас три столбика получается между ножками здесь мы вяжем столбик прибавка столбик такая вот комбинация у нас на цепочке дальше опять по ножке мы провяжем 30 столбиков провязали и с этой стороны у нас на цепочке опять же столбик прибавка и столбик закончили ряд и в ряду у нас получилось 68 столбиков в предыдущем ряду у нас было 66 когда мы добавили цепочку до провязали по ней теперь у нас шестьдесят восемь столбиков теперь с 24 по 30 ряд мы провяжем без изменений 68 столбиков тридцать первый ряд мы провяжем за заднюю стеночку петли 68 столбиков это для того чтобы мы потом могли дальше присоединиться за передние стеночки и продолжить вязать пальтишко это которое у дед мороза такого для него на и немножечко поэтому провяжем за задние стеночки петли без изменений тридцать второй ряд мы провяжем без изменений 68 столбиков тридцать третий ряд вяжем 15 столбиков и убавка и повторим это четыре раза 14 15 и убавка за передние стеночки петли и в ряду у нас 64 столбика теперь с 34 по 36 ряд мы провяжем без изменений 64 столбиков седьмой ряд вяжем 14 столбиков и убавка повторяем четыре раза и в ряду у нас останется 60 столбиков с 38 по 40 лет мы провяжем без изменений 60 столбиков уже можем набивать набивать плотненько тело 45 ряд 12 столбиков и убавка повторяем четыре раза в ряду остается у нас 52 столбика далее 46 по 48 ряд мы провяжем без изменений 52 столбика 49 ряд 11 столбиков и убавка повторяем шесть раз в ряду остается 42 столбика 4 раза в ряду остается 48 столбиков без изменений 53 ряд 6 столбиков и убавка повторяем 6 раз в ряду остается 42 столбика так 54 ряду набиваем игрушку не забываем до похода вязание будем довязывать верхние лапки верхние ножки значит для начала провяжем 10 столбиков если вдруг у вас начало ряда как-то съехала вперед или назад и у вас может не совпадать со мной количество петель на которые сейчас буду вес провязала то вы можете вот так вот взять пополам сложить вот и отчитайте так как у нас на ручке 9 столбиков отчитайте 9 столбиков сбоку чтобы у вас примерно где-то сбоку привязалась рука вот а если так как у меня то вяжите так как я провязали 10 столбиков берем нашу ножку в вкалываем крючок в первый столбик и продолжаем вязать начиная со следующего столбика ввязываем ручку 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 так привязала далее вяжем 13 столбиков дальше берем вторую ножку и привязываем девятью столбиками и один столбик у нас остается провязываем его до конца и он получается у нас значит значит с одной стороны получилось у нас 11 столбиков с другой стороны 13 между ручками там где 11 столбиков столбиков это у меня задняя часть там у меня переходы там где 13 это передняя часть наполняем нашу игрушку и далее 55 56 ряд мы провяжем без заканчивая ерунда 2 столбик вводим цвет головы 56 ряд и этим цветом вяжем следующий ряд 57 за заднюю стеночку петли красную ниточку сейчас я отрежу и вяжем за заднюю стенку петли 42 столбика цветом головы ну и как обычно не забываем да вот эти вот наши хвостики обязательно связывать сейчас 8 ряд вяжем 5 столбиков и убавка повторяем шесть раз в ряду у нас останется 36 столбиков провязали и на этом заканчиваем и затем один соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания потому что мы не пришивать голову этой ниточкой шея у нас будет толстенькая поэтому оставим такое расстояние вяжем голову заберем цвет головы будем вязать круг кольцо набираем 6 столбиков и так продолжаем вязать круг по принципу круга до десятого ряда в котором у нас будет восемь столбиков и прибавка и в ряду 60 столбиков давайте про вяжем круг и дальше с вами будем вязать голову вот такой вот круг получился далее с 11 по 27 ряд мы провяжем без изменений 60 столбиков провязали теперь можно ставить глазки я вставила значит отсчитываем от верхушки 18 столбик 18 рядов между 18 и 19 рядом вставляем глазки намечаем я вот такой вот штучка раздвигаю столбики потому что мне ножки толстые на глазках раздвигая ну вот так вот раздвигаем наметили отсчитали 13 столбиков наметили для второго глазика вот и вставили если у вас такие глазки на бесплатном крепление если на клеевой основе то приклеить и после того как мы уже голову набьем и делаем утяжку для глаз и тогда уже можно будет их приклеить далее делаем убавки 28 ряд 8 столбиков и убавка повторим шесть раз и в ряду у нас останется пятьдесят четыре столбика продолжаем делать убавки 29 ряд 7 столбиков и убавка в ряду 48 останется 30 ряд 6 столбиков и убавка в ряду останется 42 столбика и 31 ряд 5 столбиков и убавка в ряду останется 36 столбиков провязываем эти убавки сделали убавки наполнили голову делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку что пришивать мы будем ниточки которые оставили на теле откладываем пока в сторону голову сейчас будем вязать ушки и рожки вяжем рожки берем цвет которого выбрали набираем 15 воздушных петель и соединяем в кольцо и провязываем сразу столбик 1 1 и так мы провяжем 15 столбиков по кругу и еще два ряда то есть вместе с этим рядом у нас получится 3 ряда 3 ряда мы провяжем 15 столбиков без изменений провязали 3 ряда от 1 2 3 дальше 4 делаем убавку мы за передние стеночки петли и провязываем без изменения 13 столбиков у нас получилось 14 столбиков теперь пятый шестой и седьмой ряд мы провяжем без изменений 14 столбиков восьмой ряд вяжем убавку начали и 12 столбиков провязываем в ряду у нас 13 столбиков теперь вяжем еще три ряда без изменений 13 столбиков или получается 9 10 и 11 ряд вяжем без изменений далее делаем убавку и провязываем 11 столбиков провязали в ряду у нас 12 столбиков провязываем еще два ряда 12 столбиков без изменений теперь сделаем 6 убавок подряд и стянем отверстие запереди стеночки петли так провязали ниточку отрезаем вытягиваем и за передние полупетельки пропустив нашу ниточку мы стянем отверстие зафиксируем потом эту ниточку и внутрь уберем вот такие вот ружки у нас получились благодаря убавкам с одной стороны немножечко вот так вот у нас согнулись сделали крошки теперь вяжем ушки ушки я буду вязать из двух частей внутренняя часть будет у меня такого же цвета как и рожки а задняя часть такого же цвета как и голова вяжутся они одинаково вяжем обычный круг сначала я свяжу свяжем сначала внутреннюю часть и ниточку отрежем а наружную часть связав ниточку оставляем будем их потом вместе связывать так в кольцо набираем 6 столбиков стянули колечко и вяжем обычный круг второй ряд у нас 6 прибавок подряд 12 столбиков третий ряд столбики прибавка 4 ряд 2 столбика прибавка и 5 ряд 3 столбика прибавка и в ряду у нас 30 столбиков получаем такой вот круг ниточку отрезаем заливные два круга это внутренняя часть это наружнее не забывай фиксировать серединку чтобы она внизу не расходилась теперь столбиками без накида мы их вместе свяжем берем значит изнанок и знал и провязываем столбики без накида тут где у нас переход надо внимательно посмотреть и главное провязать чтобы у нас в один столбик мы не провязали два раза вяжем так по кругу провязали делаем соединенные столбики отрезаем ниточку оставляем чтобы нам хватило пришить далее мы вытягиваем ниточку ушка наша так вот вовнутрь серединочку затем иголочкой мы можем сразу краешек наш соединить здесь вот так вот складываем эти дела в предыдущем тоже видео ушкам делали сшиваю еще туда ты достаточно там уже можно и смотреть самим достаточного чтобы можно было потом пришить вот так вот приложив все ушки также мы вяжем две штучки откладываем пока в сторону берем цвет пряжи который выбрать для мордочки набираем 10 воздушных петель начиная со второй петли от крючка мы провязываем два столбика в одну петлю далее мы вяжем 7 столбиков по цепочке 5 6 7 в последнюю петелечку мы провязываем 3 столбиков с противоположной стороны вяжем 7 столбиков и в последнюю петель и в последнюю петелечку провязываем еще один столбик это будет третий и так у нас двух сторон по три столбика следующий ряд мы вяжем 2 прибавки подряд 1 прибавка 2 прибавка далее вяжем 7 столбиков далее вяжем 3 прибавки подряд с прибавка и 3 прибавка мне такой цвет получается что он отсвечивает плохо видно столбики но я думал вы помните по предыдущему видео вязали также мордочку далее по цепочке мы вяжем 7 столбиков из последний столбик делаем прибавку то есть третью прибавку на этой стороне следующий ряд в ряду у нас 26 столбиков это у нас второй ряд третий ряд вяжем столбик и прибавка повторяем два раза столбики прибавка столбики прибавка 2 далее вяжем 7 столбиков затем другой стороны вяжем столбики и прибавка 2 столбик и прибавка 3 далее вяжем 7 столбиков и последнюю прибавку с другой стороны столбик и прибавка это у нас будет третье по счету с этой стороны и в третьем ряду у нас 32 столбика далее четвертый ряд 2 столбика и прибавка повторяем два раза два столбика и прибавка раз два столбика и прибавка 2 далее вяжем 7 столбиков затем с этой стороны повторяем два столбика и прибавка три раза повторяем по этой стороне вяжем 7 столбиков и 2 столбика и прибавка заканчиваем ряд столбика и прибавка в ряду нас 38 столбиков ну и последняя с прибавками то у нас будет 5 вяжем 3 столбика и прибавка повторяем 3 раза вернее 2 раза 3 столбика и прибавка повторили два раза далее вяжем 7 столбиков по этой стороне 3 столбика и прибавка повторяем 3 раза провязываем 7 столбиков и заканчиваем ряд 3 столбика и прибавка и в ряду у нас 44 столбика теперь 6 по 10 ряд 6 7 8 9 и 10 ряд мы провяжем без изменений 44 столбика провязали ну и 11 ряд от нас будет последний вяжем 3 столбика и убавка повторим два раза три столбика и убавка за передние полу стеночки петли столбика и убавка далее вяжем 7 столбиков затем другой стороны три столбика и убавка повторяем три раза провязываем 7 столбиков и последняя убавка три столбика и убавки заканчиваем ряд делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания хватило такая вот мордочка у нас получилось достаточно большая теперь нам надо оформлять голову я тут уже наметила примерно как я думаю будут располагаться ушки ложки как-то так я расположила вы можете расположить на свое усмотрение как вы видите для себя вот я сейчас это все пришью затем мы с вами сделаем утяжку глаз пришлем мордочку нам еще надо будет связать веки это уже тоже для вас если вы хотите вяжите хотите оставляйте без век просто такие глазки ну что пришила я ушки и рожки таком положении решила их пришить я оставила здесь ниточку потом после того как я пришлю мордочку сделаем час утяжки глаз и я подумаю стоит ли мне вот их вот тут вот вот так вот скручивать или оставить их ровными поэтому пока оставила нитку теперь делаем утяжку глаз вводим ниточку сзади и выводим где-то здесь вот тут прям возле глаз вот значит где я выложу я выложу в два этапа так как у меня короткая иголка здесь постоянно будет поправлять так как у нас тут большое пространство синтепон пытается вывалиться оставляем здесь вот хвостик вводим крючок сюда и булочку сюда и выводим к следующему глазу поближе чем ближе к глазику тем лучше и сюда и выводим назад сюда к этому хвостику и так вывели в эти песни вытягиваем тягиваем равномерно чтобы у нас вверх и не состянулись ниточка сверху и внизу утянулись сильно утягивать не надо так немножечко просто чтобы они как бы глазки туда впали утянули завязываем здесь узелочек вот больше утяжки мы делать не будем мы не будем посаживать вот эту часть глаз мы оставим именно так здесь чтобы он более выглядел старше бычок этот поэтому мы оставим именно утяжки здесь вот мордочка у нас вяжется тут я думаю достаточно таких утяжек прячем ниточки и дальше будем пришивать эту мордочку мордочку посередине значит верхняя часть у нас будет располагаться вот где глазик заканчивается вот ряда вот этот вот вот тут у меня под пришивать верхнюю часть а дальше уже как ляжет мордочка внизу такие и расположу поэтому намечаю иголочками посередине ориентируемся на глазки все ровненько у нас получилось здесь можно нижнюю часть пришить на предпоследний ряд вот первый ряд снизу вот второй и между вторым и третьим рядом можно за ножки пришить нижнюю часть вот а боковая часть тоже как ляжет таки укладываем смотрите как я располагаю например по . чтобы не надо было ее ровно расположить я и сложила так пополам и положила на там на лицо чтобы вот здесь вот по краям умером одинаково было расположение потом здесь вот наметила так как она сложилась вот видите как здесь вот наметила и уже все я дальше могу спокойно располагать она уже никуда у меня не денется вот выпрямила вот здесь вот есть дальше уже лажу то есть вот эти иголочки фикс зафиксированы тогда уже наверняка она будет посередине так сейчас мы сделаем еще ноздри мы вот примерно располагаем где мы хотим видеть наши эти ноздри чтобы они были вдавлены вот тогда вот примерно в каком месте я думаю это вот эту часть я давлю получается край от этого вот первого ряда по краям берем черную ниточку я делаю узелок вот и ввожу где-нибудь в стороне между столбиками обязательно чтобы узелочек спрятался и выведу я буду делать такую полосочку поэтому я беру это мне уже понятно где будет на зелочек сильно толстый сейчас я его вправо тратить время вот теперь и получается у меня раз два три ряда я скорее всего вот эти три ряда и захвачу и сюда и вашу одинаково было наверх примерно так проверяю чтобы если что я не вытаскивать где-то так и получается ведут сюда вниз пока у меня голова не пришита удобно прятать гониточки сюда так утягиваю если хочется чтобы было более почетче видно черный цвет то можно еще разочек я на на еще разочек пройдусь потому что у меня тут сетепон вылез и прячет черный цвет еще разочек пройдусь вот так вот у нас получаются ноздрики такие вот вдавлены здесь на здесь я вот тут зафиксирую эту ниточку где-нибудь там она не вылезла здесь пока откладываем в сторону сейчас свяжем еще веки веки создадут нам образ такого сослого бочка набираем 6 воздушных петель цепочку начиная со второй петли от крючка мы провяжем два столбика в одну петелечку затем один столбик следующую затем опять два столбика в одну петлю один столбик следующую и в последнем мы провяжем два столбика одну петлю вот такой вот простенькая века у нас получилось отрезаем ниточку достаточно чтобы решить нам вяжем так два века и значит как мы будем это делать вот так вот укладываем века на глаз вот смотрите здесь она может немножечко выйти туда в сторону здесь прям на глазу вот как-то так можно пришить а там можете сами регулировать его хотите обнимайте прям весь класс но такой грустники получится бычок хотите задирайте его такой злой может получить конечно нам не хотелось бы чтобы он был злым поэтому мы сделаем таким более миленьким это значит вот пришили мы веки бровки сделала вот такие вот на таком вот расстоянии таком расположение я решила все такие рожки немножечко вот так вот их скрутить поэтому я веду иголочку сюда наверх и отсюда буду вот так вот пропускать через каждый столбик вот так чередовать столбик столбиком и стену таким вот образом они меня зафиксируются так ну что вот мы закончили оформлять голову откладываем ее пока сторону продолжим вязать пальто нам надо провязать здесь пальто в длину поэтому берем чтобы у нас лицевая сторона упала наверх да вот лежала наверху лицевая сторона поэтому берем вот так вот таким образом к себе где у нас будет голова и за знать за передние стеночки петли которые у нас остались вот тут для этого калом и будем просто вязать по кругу длины которого интересно столбиками без накида удлиняем присоединяем ниточку правда будет это немножко неудобно так как тело наполнено можно это было сделать и раньше конечно пока она была пустым вот вяжем столбики без накида без прибавлений без убавлений ту длину которую вас устроит так давайте до вяжем длину которая нас устраивает так значит главное возьмите игрушку так чтобы на соединение было сзади не спереди вот и вязать мы будем как бы не по кругу сделали соединительный столбик с первым столбиком воздушная петля подъема и опять вяжем по кругу то есть именно так будем делать если хотите вяжите по кругу без соединений если хотите что у вас был как бы виден шов будет виден не сильно но будет заметно немножко если мешает вам синтепон можно вытащить его на потом провязать и заполнить обратно игрушку ну вот я провязала 6 рядов и мне этого достаточно делая соединительный столбик ниточку отрезаю и буду сейчас обвязывать белой вот этой вот пушистой пряжей и так обвязала я пушистой пряжей низ штанишек там нас были полу петельки оставшись и пальтишко теперь я хочу связать капюшон вы можете не вязать капюшон вы можете сразу за эти полу петельки просто привязать пушистую пряжу обвязать будет без капюшона и просто связать шапочку вот но я хочу связать капюшон поэтому я значит отсчитывают где у меня привязана рука вверх провожу да вот он столбик где привязана рука ряд отчитываю раз два три 4 5 5 вкалываю маркер также здесь точно также читала чтобы равномерно было вот и начиная с этого ряда буду вязать отсюда вернее с этого места до маркера по кругу капюшон буду вязать я чередуя столбики с накидом столбиками без накида вот и поэтому здесь не важно как вы будете брать так как у нас будут изнаночные лицевые с двух сторон если вы хотите чтобы у вас изнаночными так наверное я начну не отсюда отсюда вот у меня вернее не так а вот так вот возьму игрушку то есть чтобы мои из это столбики с накидом были лицевой стороной повернуты капюшон когда денется столбики с накидом были лицевой стороной провязаны поэтому я начну отсюда именно вот так вот возьму игрушку первый ряд вяжу столбики без накида до маркера не прибавляя не убавляя ничего как есть за полу петельки вяжу столбики присоединилась в эту же петлю я провязываю это меня будет первый столбик соединилась и провязала прячу по ходу вязания ниточку таким образом провязываем значит до маркера столбики без накида хочу обратить ваше внимание на вот такие вот наши переходы да когда мы у нас остаются полу петельки у нас вот этот переход когда нам надо обвязать что-то вообще в игрушках или что-то вы делаете да надо обвязать никогда не начинайте именно вот отсюда вот последний петелечки да и либо с 1 вот здесь а начинайте где-то подальше немножко чтобы вот этот переход был незаметен и тогда будет аккуратно сглаженный вот этот вот край где у нас полу петельки и так провязали значит здесь у меня набрато 38 столбиков второй ряд следующий мы провяжем с прибавками так как голова у нас большая значит 3 воздушные петли подъема это будет первый столбик в эту же петелечку провяжем еще один столбик это будет второй так голова большая нам надо побольше сделать капюшон поэтому мы в этом ряду провяжем прибавки столбик 2 столбика с накидом и прибавка значит меня вначале прибавка затем один столбик с накидом затем опять прибавка из столбиков с накидом и затем 1 столбик так вот мы провяжем по кругу чередуя столбик один со столбик с прибавкой провязали прибавки ряд прибавками воздушная петля подъема поворот следующий ряд столбики без накида мы провяжем без изменений делаем мы такие прибавки почему так много потому что у нас еще раз повторюсь голова большая нам надо как-то что когда оденется капюшон чтобы он был не в натяжку чуть-чуть посвободнее так вяжем без изменений столбики без накида вязали следующий ряд столбики с накидом опять провяжем с прибавками 3 воздушные петли подъема здесь и главное не забудьте воздушные петли провязать столбик 3 воздушные петли подъема это первый я делаю здесь именно прибавку в начале чтобы вот эта воздушная петля как бы не сне отделялась сильно 1 со столбиком она будет более плотнее смотреться поэтому начать делаю прибавку и дальше провязываем 2 столбика прибавка то будем чередовать на столбика и прибавка до конца ряда итак смотрите если вы посчитаете что для капюшона этот ряд уже лишний с прибавками то вы можете эти прибавки не делать а дальше вяжите уже без изменений теперь мы ставим голову нашу и смотрим вот нам надо провязать до макушки сейчас без изменений ряды дальше у нас будет серединка отдельно вязаться поэтому вяжем до макушки высоту прикладывая голову вот и потом даже что мы займем дальше пока еще вяжем мы довязали до ушек нам же надо сделать прорези значит прикладываете голову как она у вас должна располагаться намечайте маркером то место где будут ушки проходить вот отмерьте расстояние с двух сторон одинаковые мы сделаем прорезь отдельно для ушей и отдельно для рожек уже такую большую большую прорезь будет неудобно делать вот у меня получилось 6 столбиков между маркерами я буду пропускать значит это тот ряд где у меня столбики с накидом 2 воздушные петли в начале когда я вяжу столбики с накидом я провязываю 2 воздушные петли в эту же петелечку я вяжу столбик с накидом то есть чтобы если я провяжу 3 воздушные петли и дальше буду вязать 3 воздушные петли используя как столбик то у будет как бы дырка такая большая но обратите внимание если будете так нет мне так не нравится поэтому я делаю именно так и так провязываю до маркера столбики с накидом и это же в же столбик где был маркер тоже провязываю меня вот между маркерами 1 2 3 4 5 6 столбиков поэтому я набираю 6 воздушных петель 3 4 5 6 и дальше вяжу в этот столбик где мне маркер первый столбик и дальше вяжу до следующего маркера и так у меня получается 10 столбиков от начала до того места где у меня воздушные петли я начала вязать значит это будет зависеть я думаю каждого индивидуально смотря где расположились ваши ушки на какой высоте и так далее ориентируйтесь по ним вот и еще почему именно в этот момент я сделала потому что следующий ряд будут столбики без накида вот и они должны у нас пройти здесь но влечь аккуратненько да вот поэтому именно вот здесь в этом ряду я начала вязать воздушные петли если бы вязали бы мы уже воздушные петли там ли столбики без накида то следующий ряд столбики с накидом они бы там просто неудобно улеглись между ушками и рожками поэтому дальше вяжем столбики без накида воздушные петли провязываем также 6 столбиков можно в воздушные петли так вот вязать а можно при просто под воздушные петли провязать 6 столбиков на этом и так аккуратнее если они будут как бы каждый столбик будет располагаться на своем месте так навязываем до конца следующий ряд мы тоже будем просьбе делать для лучше я одеваю и пусть только кладили ушки вставили вот и продели да я намечаю потом где у меня будут рожки тоже они немножечко в сторону меня и чуть пошире поэтому я по чуть чуть пошире делаю чем сами рожки чтобы они свободно одевались вот и точно также вяжу столбики с накидом столько сколько здесь у меня петель пропустила столько воздушных петель и набираю так у меня также получилось сначала 10 столбиков провязала пропустила я 8 столбиков и 8 воздушных петель дальше вяжу до следующего маркера и после этого провяжу ряд ряд столбики без накида ряд столбики с накидом и еще ряд столбики без накида и столбики с накидом то есть я провяжу еще по два ряда после того как сделала прорези смотрите можно закончить капюшон на этом этапе довязав еще если не хватает вам ряда 1 довязать ряд и соединить два края и еще один момент я буду вязать капюшон у меня будут большеваты сверху если он вас не устраивает что он такой будет большой верху да вы хотите чтобы он облегал немного голову то после того как вы провязали прорези для рожек вид провязали ряд без столбики без накида больше не вяжите останавливайтесь на этом этапе отрезать отрываете ниточку отрезаете и дальше вяжем вот как я буду дальше вязать только без вот этих дополнительных рядов которые я провязала то есть находим серединку сейчас я вам покажу значит как мы это делаем складываем пополам находим серединку сейчас значит вот так вот берем складываем пополам нашли серединку от серединки в одну в другую сторону одинаковое количество петель отчитали приложите голове посмотрите достаточно ли это и все и будем вязать эту полосочку отдельно и так вот что у нас должно получиться мы одинаково расстояние отмерили от начала до маркера здесь и здесь между маркерами маркерами у меня 14 столбиков у каждого может быть по-разному вот вот здесь вот должно быть помещаться вот эту часть я взяла чуть больше чтобы она как бы не сильно как бы прилегала немножечко посвободнее было в это расстояние для чего это нам нужно мы сейчас будем вязать вот эту серединку вот так вот будем вязать полосочку полосочка которым мы сейчас будем вязать она у нас должна быть длиной вот вот этого бока то есть мы будем когда вязать прикладывать чтобы как раз получилось потом мы будем их вместе сшивать ниточку оторвала привязываясь присоединяюсь сюда здесь у меня были столбики без накида значит мне сейчас надо столбики вернее столбики с накидом закончили сейчас столбики без накида у меня вяжутся отсюда с этой стороны поэтому вяжем так также продолжая этот рисунок мы вяжем в длину полосочку равную нашей длине бока этого и так вот что у нас получилось я уже одну сторону пришила значит получается такая полосочка которую мы потом пришиваем вот так вот прикладывайте чтобы знать сколько вы провязали чтобы хватило как раз вот сложила так вот бог и верхнюю часть их связать сшить вместе сшиваю я с внутренней стороны потому что будет не аккуратно ну как бы такой вот и должен быть у нас аккуратно поэтому будем пришивать изнутри так вот я смотрю не частью сначала вводим отрезаем достаточное количество ниточки чтоб хватило здесь в начале где-нибудь можно ввести вот так вот спрятав кончик чтобы у него потом не прятать сразу его спрячем здесь и делаю узелочек таким образом присоединила ниточку и начиная именно с краю чтобы у меня края были сразу сошлись поэтому начинаю пришивать именно с края значит у нас вот здесь вот в этом сбоку тут видны наши эти столбики поэтому буду пришивать за каждый за верхушку каждого столбика здесь у нас боковая часть столбиков поэтому здесь уже как получается как она ложится так и будем пришивать поэтому так и прикладываем вместе две половиночки бог и верхняя часть и заубик стеночки беремся за первый столбик такие вот от обмета обмотываем до их как называется шитье пришиваем здесь как ложится а тут за обе стеночки петли берем этот кончик у нас спрячется когда я буду будем обвязывать пушистой белой пряжей край капюшоны вяжутся в несколькими способами поэтому этот способ не принципиальный может быть вы знаете свои способы вязание капюшона поэтому вяжите капюшон как вы знаете дошиваем до капюшона состоит из трех частей боковые две и одна полосочка посередине который потом мы сшиваем с боковыми частями частями теперь и сейчас обвяжу я столбиками без накида пушистой пряжей вот и хочу здесь сделать тоже полосочку пушистую такую вот как будто у меня у него пальтишко застегнута вот эти две полосочки из пушистой пряжи вот поэтому я посмотрю я как начну либо снизу пойду сюда и обвяжу и потом вернусь вниз наверно так и сделаю поэтому давайте это мы сделаем с вами сами итак я здесь покажу вам как я тут делаю я здесь просто провязываю соединительные столбики не принципиально как бы в каждый вклад вкалывать и столбик можно через раз и соединительный получается такой столбик на неудобно показать вам конечно вот в колонова так вот между столбиками и соединительный сделал через ряд можно сделать не обязательно каждый ряд потому что ниточка толстая на все прячет таким вот образом если вам это сделать сложно в можно просто провязать цепочку и приклеить ее две цепочки приклеивание равномерно что получается вот этот переход сюда ушел а здесь просто провязан столбиками без накида теперь пришиваем голову капюшончик убираем чтобы он нам не мешал можно было конечно голову пришить и заранее потом вязать капюшон ну мне как бы так было удобнее я решила было пришить позже и так прикладываем значит у нас здесь количество петель одинаково что здесь что здесь и пришиваем а значит петелька к петельке дополняем если нужно еще синтепон в тело в голову это я так вот фиксирую голову спицами у нас по 36 столбиков на голове и на теле осталось поэтому мы провязываем я буду вязать как я показывала когда-то в каком-то видео что я вяжу не за верхушки столбиков не за верхушки а за ножки берусь вот так вот вы более плотнее было что здесь что здесь я берусь за ножки так плотно пришивается и потом уже когда остается момент большой пространство уже можно дополнить если нужно дополнить синтепона все голову пришли вот капюшончик теперь давайте раздвоим еще копыта внизу мы сделали это верху еще внизу также берем черную ниточку узелочек прогресс на толстый вот и посерединке вводим где-нибудь здесь и выводим отсюда посерединке начало ряда серого цвета ну или какой у вас то цвет копыт и вот сюда не у нас и это передние стеночки петелечки под этот столбик так и выводим иголочку сюда спряталась значит иголочку выводим тоже начало ряда делаем есть небольшую так утяжку стягиваем слегка вот так а здесь фиксируем фиксируем и прячем можно вывести чтобы кто-то как черную ниточку нам будет сложно спрятать чтобы она не была видно мы можем вывести его сюда сначала где мы здесь вели до зафиксировать тут и убрать ниточку это наш узелочек он туда уйдет его не видно так вот мы и спрячем ниточку также делаем и со второй ножкой вяжем поясок берем черную ниточку и так значит набираем я набираю 4 воздушные петли цепочку из четырех воздушных петель для меня как бы этой ширины поиска будет достаточно поэтому я набираю 4 воздушные петли вот так вот и со второй петли от крючка я провязываю три столбика так как у меня поясок это ленточка будет состоять из трех столбиков провязываем 3 столбика без накида воздушная петля поворот и так мы вяжем длину чтобы когда вы обхватите когда обхватите они вот здесь соприкоснулись не больше больше не надо соприкоснулись потом мы свяжем свяжем бляшку бляшку будем вязать такую более квадратную чтобы она даже не квадратного более прямоугольную вида чтобы было так вяжем ленточку длину ленточки из трех столбиков без накида провязали значит достаточной длины ленту теперь свяжем бляшку значит как мы будем вязать и убираем цепочку из 16 воздушных петель и присоединяемся только так что цепочка у нас не перекрутилась вот так вот убираем крючок сюда вводим и выводим сюда делаем соединительный столбик вот таким образом и присоединились цепочка не перекрутилась и главное найти первый нашу цепочку это воздушную петельку и начиная с нее мы провяжем 5 столбиков почему именно так потому что чтобы во первых не ездила во вторых я хочу сделать прямоугольную бляшку поэтому я именно так вижу можете связать круглую бляшку это как бы не принципиально чтобы не мучились и так либо если есть у вас кружочки маленькие пластиковые то вы можете их вот такие вот например вы можете их присоединить и обмотать обвязать столбиками без накида если есть у вас такое у меня я хочу прямоугольную бляшку поэтому меня вот именно такой вот немножко сложноватый способ я думаю не знаю и так провязываю я в каждую воздушную петельку мне надо провязать 5 столбиков не буду вязать на камеру потому немножечко это будет не только я сейчас провяжу 5 столбиков и так провязала теперь в следующую воздушную петельку я провяжу 2 столбика для того чтобы повернуть я берусь за 2 за верхнюю часть воздушной петли за серединку так более аккуратнее будет здесь нижняя часть далее провязали 2 2 столбика в одну петлю дальше 4 столбика вяжем тут уже побыстрее 3 4 далее следующую опять вяжем 2 столбика и 5 столбиков по цепочке провязали делаю соединительный столбик здесь и не путь ниточку отрезают достаточно длины потому что будем пришивать чтобы по кругу можно было пришить вот побольше такой вот такая бляшка получается прямоугольная вот теперь прикладываю я чуть чуть ниже не совсем верхом где-то вот так вот натальи и вот вот так вот будет выглядеть у меня пояс значит таким вот образом я пришлю здесь у меня получается соединяется края сшиваемся потом бляшку пришиваю вот так вот такой вот пояс должен получиться ну вот наш бачок тихо в роли деда мороза готов значит смотрите ну можно еще связать если хотите ему сумочку такой вот мешочек до положить любой подарок который вы захотели там большой можно мешок связать поставить под елочку вместе с ним если вдруг вы решили такой вот преподнести подарок своим родным значит смотрите что еще хотела сказать можно не обязательно вязать например такой вот большой капюшон можно связать декоративный капюшончик просто который будет висеть сзади вот тогда не надо будет столько возиться с ним вот эти вот вывязывать дырочки он не будет такого объемный большой просто можно маленький капюшончик связать если хотите капюшон если не хотите просто обвяжите вот такой вот пушистой пряжей как я говорил да вот здесь нас столбики передние полу петельки оставались которые можете просто провязать такой вот воротничок будет беленький ну в принципе вроде бы все что мы с вами должны были сделать вот такой вот дед мороз бычок у нас получился надеюсь что вам понравилась моя схема если какие-то у вас будут вопросы задавайте в комментариях постараюсь ответить спасибо за просмотр приятного вам вязания